С понедельника в Самарской области возобновляется работа театров и музеев при условии заполняемости не более 50%. Салонов красоты, станций техобслуживания, автомобиля, магазинов непродовольственных товаров, ресторанов и кафе без ограничения по заполняемости до 11 часов вечера. Услугами этих организаций могут воспользоваться те, у кого есть QR-код о вакцинации, справка о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест. Непривитые жители Самары старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию. В продуктовые магазины площадью до 2000 квадратных метров, размещенные вне торговых центров, смогут попасть все желающие без предъявления QR-кодов. В торговые центры и крупные продовольственные, а также непродовольственные магазины с QR-кодом, справкой о перенесенном заболевании или ПЦР-тестом. Несовершеннолетние по-прежнему смогут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых. Также с 8 ноября разрешается образовательный процесс, включая сферы дополнительного образования. Однако на каждой территории решения должны принимать муниципальные оперативные штабы. Учитывая обстановку, предлагаю рассмотреть решение о возможности обмены дистанционного образования для школ. Учитывая, что снижение заболеваемости среди учащихся школного коронавирусной инфекции не отмечено. Данная ограничительная мера, к сожалению, показала свою эффективность. По словам министра здравоохранения Самарской области армия Набиняна нерабочие дни позволили заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Увеличилось количество свободных коек, снизился расход кислорода. Среднее время доезда скорой помощи сократилось почти в два раза. И самое главное, на стационарном и амбулаторном этапе пациенты стали выздоравливать быстрее. Обеспеченность лекарственными препаратами сейчас хорошая, высокая. У нас нет дефицита. И все пациенты обеспечиваются как минимум в течение первых двух суток. Всего уже развернули 8472 койки практически во всех муниципальных образованиях и в центральных районных больницах. Также снизилось несколько общее количество пациентов, которые сейчас находятся на койке. Это 6990. Это где-то на 500 меньше, чем пиковые значения двухнедельной давности. Минувшая неделя, по данным Минздравы, стала рекордной по темпам вакцинации. Вакцинировалось более 100 тысяч жителей Самарской области. Пиковое значение – 19 тысяч вакцинированных в сутки. Армен Бинян отметил эффективность проведения единого дня вакцинации, когда в Самаре и Тольятти были организованы специальные прививочные пункты. Два дня у нас было. Может быть, нам надо было продлить это. Потому что два дня еще не все поняли. И сигнал не дошел ни от СМИ до всех, ни из рук в руки. Что называется, когда люди сами сделали и пошли рассказать. Может быть, нам надо было эту акцию сразу планировать, чуть-чуть подольше. Давайте проанализируем, вот как мы это провели в Самаре и в Тольятти и определимся и по месту, и по срокам. Присутствующие на оперштабе пришли к выводу, что сейчас главное – соблюдение остающихся ограничений и выполнение санитарно-эпидемиологических требований, а также усиление контроля над их выполнением. Важно обеспечить администрирование и контроль принятых решений, связанных с доступом людей при предъявлении QR-кодов, справок о перенесенном заболевании или ПЦР-тестов. Сегодня такой формат становится привычным, поэтому нужно все процессы максимально отладить для удобства жителей. Виктория Шаре, События.